МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости Дагестана начинают работу телеканала ННТ в студии Зуфрариева. Здравствуйте! И вот о чём мы расскажем в выпуске. По трём статьям задержаны более 200 участников беспорядка в аэропорту Махачкалы. Все без исключения участники массовых беспорядков будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Опасные овощи. Более 160 тысяч тонн груза проконтролировано за месяц Россельхознадзором Республики на госгранице. Дорога в удовольствие. 8 километров асфальтированного участка ввели в эксплуатацию в Ливашинском районе. Стенка на стенку. Борцы Дагестана выиграли в матч во встречу у команды из Северной Осетии. Задержаны более 200 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает Главное управление МВД по СКФО. Под административные правонарушения из них попали 155 человек. Дела в основном возбуждены по трём статьям. Неповиновение распоряжению сотрудника полиции, мелкое хулиганство и нарушение порядка организации и проведения митинга. Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по восстановлению лиц, причастных к противоправным действиям в аэропорту города Махачкалы. Все без исключения участники массовых беспорядков будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Восемь человек погибли и более 60 пострадали в ДТП в Дагестане, сообщает ГИБДД региона. Это неутешительная статистика только за минувшую неделю с 30 октября по 5 ноября. Среди тех, кто получил травмы различной степени тяжести, двое детей. Всего же на территории нашей республики за указанный период произошло 37 автоаварий. Более 160 тысяч тонн фруктов и овощей. Именно столько продукции проконтролировано за месяц Россельхознадзором республики на госгранице. Правда, не все перевозимое оказалось небезопасным. Во многих партиях были обнаружены 7 видов карантинных вредных объектов. В частности, речь идет о цветочном трипсе, средиземноморской плодовой мухе, томатной моле, мухе-горбатке, повелике, восточной и персиковой плодожорке. Часть фруктов и овощей, не соответствующих требованиям, были возвращены в страну экспортер, а часть обеззаражена. Тем временем горные дороги продолжают преображаться. Более 8 километров асфальтированного участка ввели в эксплуатацию в Левашинском районе. Также на объекте отремонтированы системы водоотведения и искусственные сооружения, в том числе три моста. Проведенный комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, устроены тротуары по селу Умра, установлено освещение на пешеходных переходах и возведены остановочные павильоны. И к другим темам. Тысячи дагестанцев приняли участие в республиканском мажресе, который состоялся в центральной джемомичете города Кизелюрд. На духовно-просветительском собрании выступали известные ученые-богословы из разных городов и районов республики. В своих наставлениях они затрагивают темы последних событий в регионе и обстановки в Палестине. Выступающие призывали людей к терпению и благонравию на пути Всевышнего. Маджлист сопровождался чтением строк священного Корана. Мероприятие завершилось коллективной молитвой за мир и благополучие во всем мире. Всевышний Аллах в Коране говорит «Смилляху рахману рахи» «Ма яльфидзу мин тавлин илля ладайи рагибу на атид садаба Аллаху ла Азиму». Человек, раб Аллаха, не произнесет ни одного слова, кроме как есть ангелы, которые все записывают. И за каждое слово, которое мы говорим, нам придется отвечать перед Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах говорит в суре Аль-Хаджурат «Смилляху рахману рахим» «Смилляху рахману 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 рах хочет один из вас кушать мясо своего мертвого брата. Ведь вы же этого не желаете. Бойтесь Аллаха. Поистине Аллах принимает покаяние. Аллах милосерден. В достоверном хадисе, который имам Бухари, муслим и другие передали, от Абу Гурели передается, что посланник Аллаха алейиссалату ассалям говорил Тот, кто верит в Аллаха и в Судный День, пусть говорит благое или молчит. Если не можешь говорить благое, пожалуйста, помолчи. Это веление нашего пророка алейиссалату ассалям. Ну и в завершении выпуска о спорте. Борцы Дагестана выиграли в матчевой встрече у команды из Северной Осетии. Первое историческое противостояние двух лучших школ борьбы на планете прошло в рамках Лиги Ивана Поддубного в Москве. Подробности соревнований в сюжете Курбана Рагимова. Ему слово. Вот так бурно болельщики встречают каждую победу своего земляка. Вольники из Дагестана и Алании состязались в формате стенка на стенку. Десять весовых категорий составы максимально приближены к оптимальным. За матчем лучших школ борьбы следят несколько тысяч зрителей. И вольники не подкачали, показав поединки на любой вкус. Какая схватка больше всего запомнилась из тех, что были? Ну вот тяжи, честно говоря. Хотя счет был до конца небольшой. Очень хорошо отборолись. Такой конкурентный матч был. Только вот на последних секундах получилось вырвать победу. А изначально вот ты ради какой-то схватки определенной пришел? За кого-то поболеть или за команды? Не секрет. Я за Кадика именно Кадика схватку я пришел посмотреть. Ну не только Кадика. Я же всех ребят знаю. Абазгаджи знаю. Ну знаешь как вокруг Кадика схватки я думаю и Чермен Валиф тоже один из лидеров точно сборной. И это будет такая хорошая напряженная схватка. Были закономерности и неожиданные результаты. Досрочные победы и баллы, вырванные на последних секундах. Туше, броски и акробатические этюды. В общем, все, чем так привлекает вольная борьба. В одной из центральных схваток вечера олимпийский чемпион Заур Угуев досрочно одолел Артема Габаева. Соперники однажды уже встречались в финале чемпионата России в Каспийске. Тогда Хасавюртовец праздновал победу с небольшим преимуществом. В более хорошем настроении арену в этот вечер покидали дагестанские болельщики. Их земляки победили в матчевом противостоянии, взяв вверх со счетом 7-3. Противостояние, конечно, было в начале такое очень серьезное. Планировалось фактически. Я даже не думал, что такой счет будет у нас. Думал, будем идти бал в бал. Получилось, что ребята очень хорошо настроились мои. Поэтому очень хорошие соревнования, очень хорошие встречи. Молодцы ребята. Я за них рад. Выложились по полной. У нас и проигравших фактически нет. Ребята, проигравшие тоже у нас выложились. Просто так. Просто так никто к этим схваткам не отнесся, потому что это было фактически историческое все. Но это уже история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова